современные тренды такие увлечением психологии они с одной стороны меня очень радуют потому что я вообще за пропагандирование до психологической помощи это такая же нормальная практика как пойти полечить зуб сделать санацию рта пройти профилактический осмотр абсолютно то же самое до прийти к психологу для того чтобы что-то что-то разобрать что-то понять до сделать какие для себя акценты там принять какое-то решение и так далее так далее и мне кажется что сейчас такой бум на психологические знания с одной стороны как я уже сказал я его очень приветствую а с другой стороны здесь есть риск того что очень часто психологическое знание находится в непрофессиональных руках а это тогда всегда практически всегда личная трактовка того что да включает в себя огромная психологическая наука и в этом есть подвох изначально потому что психологическая наука она ну несмотря на то что она наука и очень серьезная наука но в ней конечно очень много субъективизма и поэтому так важно чтобы носитель этих психологических знаний да очень четко себе отдавал в этом отчет а вообще наша психика настолько уникальна, что мы можем сами себе помогать, но хорошо, когда есть специалист, который этот путь сопроводит, который покажет, как это делать, и какие-то сложные моменты все-таки будут проработаны в совместной паре, в таком альянсе специалиста и человека, которому нужна помощь. Поэтому я за развитие психологической культуры, абсолютно я за то, что люди идут к психологу и считают это абсолютной практикой. Я против стигматизации очень многих психологических феноменов и понятий, которые сейчас есть. Я против так называемых инфо-цыган, которые на психологии и на потребности человека узнать о себе делают просто коммерческие проекты, которые абсолютно далеки от на самом деле психологии. И я абсолютно против самопомощи, которая навредит человеку. Поэтому в этом смысле профессиональная психологическая помощь, она абсолютно будет востребована и нужна, и лучше все-таки обращаться к профессиональной помощи. Когда у человека болит голова, и он не может с этим справиться или понять, почему она у него болит, он обязательно идет к терапевту или к неврологу. Ровно то же самое, если снижается качество жизни у человека, если он чувствует в себе какие-то изменения, которые приносят ему дискомфорт. Он может не знать, что это за изменения, он может не понимать, про что они, но что-то не то. Ощущение такое, что чего-то мало. И вот в каждой из этих ситуаций есть потребность к кому-то обратиться. Можно к другу, можно к семье, к любимому человеку. Это прекрасные источники. Но если человек понимает, что нигде он, может быть, не получил какой-то помощи или не хочет близких своих обременять какими-то историями, или хочет остаться конфиденциальным в решении каких-то своих переживаний, то в такой ситуации, как и с головной болью к врачу, с каким-то, например, снижением качества жизни, уровня настроения, успешности и так далее, и так далее, каких-то субъективных переживаний, человек идет к психологу. Очень многие советуют на самом деле близкие. А вот, например, они обратятся либо к тебе к психологу, или давно тебе уже пора к психологу пойти. Знаете, такой мощнейший конфликтоген. А ровно то же самое, когда скажут, да успокойся уже, тебе пора валерьяночки попить. Вот это абсолютно самый мощный конфликтоген. И в таком случае я всегда говорю, да, что тому, кто рекомендует идти к психологу, наверное, ему тоже надо, потому что почему-то же его ситуация цепляет, да, и он своему близкому рекомендует обратиться к психологу. Хороший вопрос мы сейчас с вами обсуждаем о том, как найти профессионала, да, в психологическом поле. На самом деле есть несколько критериев, на которые стоит обращать внимание. Во-первых, абсолютно точно, человек, который ищет своего специалиста, и в России до сих пор то, что называется сарафанным радио, да, это тот механизм, который работает. Телефоны хороших специалистов передаются из рук в руки. И не могу сказать, там, хорошо это или плохо, это факт, да, и мы должны это понимать. Поэтому как хорошего врача ищут, да, среди знакомых, так и хорошего психолога сейчас тоже ищут среди знакомых. Однако сейчас в России все-таки, и это очень здорово, появляются профессиональные агрегаторы, которые предлагают помощь специалистов, которые фильтруют специалистов, например, для того, чтобы психологу, частно практикующему, зарегистрироваться на профи.ру, то там надо пройти большое количество фильтрации, отбора, с обязательным предоставлением документов, с обязательным предоставлением того, что требуется, обязательно требуется в психологическом сообществе по отношению к самому психологу. Это количество наработанных часов самостоятельно, это количество пройденной супервизии, когда я работаю под наблюдением наставника, и это обязательное количество часов личной терапии, то есть когда я сама прохожу такую же профессиональную помощь у психолога, чтобы не из глаз исковерканной какой-то психики работать с клиентом, а все-таки быть относительно здоровой личностью и достаточно здоровой для того, чтобы работать с клиентом. Это обязательно, и это прекрасные требования, и поэтому современные агрегаторы все-таки следят за этим. Плюс еще надо, конечно, обращать внимание, и ничего в этом нет страшного, если человек, который ищет психолога, он попросит специалиста информацию о дипломах, о том, где он учился, это нормально. Она, конечно, может быть сильно ни о чем не скажет, но все-таки о том, что ты дипломированный специалист, это уже какая-то ступенечка, да, которой можно доверять. Дальше абсолютно точно насторожить человека, который ищет психолога, должны заявления о том, что я владею, и только я, уникальным методом. Я работаю вообще со всеми запросами, которые только могут быть. А я за какое-то количество сессий абсолютно точно научу, как жить вас правильно, быть счастливым и вменю вам радость. Вот это все должно абсолютно настораживать, потому что нет никаких уникальных методик. Психологическая помощь стоит денег, и это определенный закон, по которому работать. Не потому что мы не можем работать бесплатно, есть благотворительные приемы абсолютно точные, и я тоже это делаю. Но тут есть определенная система отношений, и деньги в ней между специалистом и человеком, который ищет помощь, и деньги в этой системе отношений играют роль распределения некоторой ответственности за результат. И поэтому такая работа обязательно должна быть как-то оплачена вопрос стоимости, это уже другой вопрос. Но тем не менее, да, поэтому вот кто просит либо там баснословные деньги, это тоже должно напрягать, потому что, безусловно, каждый специалист оценивает уровень своей подготовки и стоимости этой помощи, но все же она должна быть очень доступной. Это тоже очень важный момент. И абсолютно точно должно вызывать сомнения отсутствия каких-то ни было отзывов или в открытом поле каких-то доступной какой-то информации, о которой можно было бы почитать, изучить результат работы специалиста. Ну и личное впечатление, потому что вообще самый главный инструмент, которым работает психолог, это те отношения, которые у него строятся с клиентом. И не построив эти отношения, невозможно понять. Поэтому для того, чтобы найти своего специалиста, иногда действительно человек перебирает, да, что называется, нескольких специалистов, и он ищет и находит того, с кем действительно сложился вот этот вот альянс. Продолжение следует...